Молодые исполнители обращаются, в данном случае у нас, обращаются к мне с просьбой разрешить им, чтобы они спели песни, которые я говорил тогда. Конечно, соблюдают линию мелодии, словами меня, но делают более современный аранжемент. Она же реликс, так называемый реликс. Ну вот один молодой, на мой взгляд, такой салатный парень, позвонил мне и говорит, что вот я нашел вашу песню, которую я спел, это 37-40 лет назад. Она была в свое время популярной, но вы бы не хотели спеть этот реликс. Я там вначале не подумал, что из этого выйдет и дал согласие. Я говорю, хорошо. Он мне принес такое то, что вы сейчас услышали. Я не смекался. Во-первых, я в этом слышал, что он думает, что он на саразе. И когда вы услышите его от начала, сараз вы увидите, что так он и есть. Дело в том, что я долго не мог привык к этому, поэтому, ребята, но потом так получилось, что он привык. И людям как бы нравились. Но я уверяю вас, вот многие из вас вспомнили эту песню, но только после того, как я открою рот и начну петь. А вот, как бы вступление, вот такая песня, пун-бары, как это, могу спорить, соседей, вот сидя, что мне его не угадает, о какой песне идет речь. Вот настолько он по-своему решил эту задачу. Володя, давай, иди. Володя, давай, иди. Володя, давай, иди. Володя, давай, иди. Володи, иди. Володя, иди. Володя, иди. Володя. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.